Презентацию переключать и все. Начать презентацию или как? Уже все работает, вы можете разговаривать. Добрый день, уважаемые студенты. Вашему вниманию представляется лекция «Отравляющие вещества нервно-паралитического действия». На лекцию выносится три основных вопроса. Первый вопрос. Физико-химические и токсические свойства Зарина, Замана, Вигаза – это основные представители этой группы отравляющих веществ. Механизм действия, патогенез интоксикации, Клинические формы поражений, профилактика поражений, антидотная терапия. И третий вопрос лекции – содержание и объем медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации. Что касается всей этой группы веществ нервно-паралитического действия. По токсичности они находятся на первом месте. Среди всех отравляющих веществ, известных на земном шаре. Делятся они на две группы. Это непосредственно фосфорорганические отравляющие вещества. ФОВ – это зарин, заман, Вигазы. Или второе их название – отравляющие вещества нервно-паралитического действия. И вторая группа – это те фосфорорганические соединения, так называемые фосы. Карбофос, дихлофос, метафос, флорофос. Это те вещества, которыми можно получить поражение в бытовых условиях при нарушении техники безопасности. На вооружении они не находятся. Но получить поражение можно как острые, так и хронические. Теперь непосредственно о фосфорорганических отравляющих веществах. Первое вещество из этой группы было получено в 1929 году в Германии. Называлось оно табун. В настоящий момент из-за низкой токсичности оно не используется. Затем второе вещество, которое было получено в 1933 году – это зарил. Находится на вооружении, представляет собой жидкость. Следующее вещество, заман, было получено накануне Второй мировой войны, тоже в Германии. И последнее вещество, вегазы, это тоже вещества, которые представляют собой прозрачные жидкости, были получены в 50-х годах 20-го столетия. Во время Второй мировой войны ни одно из этих веществ не применялось. Кроме того, известно такое вещество, которое относится к этой же группе отравляющих веществ, как новичок. Новичок тоже представляет собой жидкость чрезвычайно токсичную, жидкость практически без цвета, без запаха. По токсичности оно превосходит все эти вещества примерно в 20 раз. Что касается опасности всех этих веществ. Первая опасность в том, что они могут проникать в организм всеми возможными путями. Через кожу, через дыхательные пути, через пищеварительный тракт. И в связи с этим относятся к ультроядам. Все они представляют собой жидкости, которые практически не имеют света и запаха. В связи с этим их очень трудно обнаружить. И момент поражения очень часто протекает незаметно. Они имеют высокую температуру кипения. Все и с этим длительное время сохраняются на местности. Кроме того, из-за чрезвычайно высокой токсичности, они могут вызывать молниеносную форму отравления. Когда смерть наступает в течение первых 5-10 минут. И чаще всего до получения необходимой медицинской помощи. Это те общие свойства, которые объединяют всю эту группу отравляющих веществ. Что касается фосфороорганических соединений. Они являются эфирами фосфорной кислоты. И по химическому строению подразделяются на 4 основные группы. Первая группа. Эфиры теофосфорной кислоты. Тот же метафос. Трихлорметофос. Эфиры. Дитеофосфорной кислоты. Тот же карпофос. Фосфамид. Непосредственно амиды. Пирофосфорной кислоты. Октоэтиламид. Ну и непосредственно самые простые эфиры фосфорной кислоты. Это тот же хлорохлоз. Что касается фосфороорганических соединений. Они представляют собой твердые кристаллические вещества. Или прозрачные желтовато-коричневые маслянистые жидкости. С таким неприятным специфическим запахом. Могут использоваться в химической промощенности производство химических удобрений. Отравление чаще всего происходит ими из-за нарушения техники безопасности. Пути попадания в организм фосфороорганических соединений. Такие же как и у фосфороорганических отравляющих веществ. То есть могут проникать в организм всеми возможными путями. Большинство фосфороорганических отравляющих веществ обладают высокой летучестью. Тяжелее воды. То есть удельный вес у них больше единицы. Поэтому при попадании в водоемы они оседают на дно водоема, загрязняя при этом всю толщу воды. Хорошо растворимы в органических соединениях, спиртах, эфирах, ацетониях, хлороформе. Ну и хуже растворяются в воде. При повышении температуры воды их растворимость несколько увеличивается. В связи с тем, что они хорошо растворяются в жирах и липидах, они довольно-таки легко проникают через неповрежденную кожу внутрь организма, через различные биологические мембраны, гематоэцефалический барьер и так далее. При поступлении через полость рта их всасывание начинается в полость рта. Продолжается в желудке, в тонком кишечнике. Довольно-таки быстро проникают в кровоток и разносятся по органам и тканям. Наиболее высокие концентрации их наблюдаются в почках, печени, легких и кишечнике. Длительное время сохраняются на местности с сохранением своих токсических свойств. Причем в холодное время года эта способность или стойкость сохраняться довольно-таки длительная, чем в летнее время. Температура кипения. Зарина 151 градус, замана 190 и газов 300. Вот как раз довольно-таки высокая температура кипения определяет их стойкость на местности. Зависимость здесь очень простая. Чем выше температура кипения, тем более длительное время эти вещества сохраняются на местности. Температура замерзания, минус 50. То есть температурные показатели, они не ограничивают применение этой группы отравляющих веществ в холодное и в жаркое время года. То есть могут применяться всесезонно. Теперь непосредственно стойкость на местности. Зарин летом сохраняется до 6 часов, весной-осенью до 12 часов и зимой до 2 месяцев. Чем холоднее, тем более длительное время они сохраняют свои токсические свойства на местности. Заман по стойкости выше, летом сохраняется около недели, зимой 4-5 недель. Ну и вегазы летом 1,5-2 недели и зимой 4-6 недель. Летучесть. Летучесть этой группы отравляющих веществ связана с температурой кипения. Зарин имеет температуру кипения 150 градусов и является в принципе равномерно летучим отравляющим веществом. Заман примерно 12 грамм на метр кубический. Вот летучесть его при 20 градусах Цельсия. Заман 3 грамма на метр кубический. И вегазы 1,00 грамма на метр кубический. Наиболее низкой летучестью обладает как раз вегазы. В некоторых государствах они называются вивайгазы. Но в любом случае это жидкости. В связи с низкой летучестью вегазов их применение возможно в виде капель аэрозолей. А зарин и заман, кроме этого, могут еще применяться в виде пара. Средством видоставки этой группы отравляющих веществ является авиация, выливные авиационные приборы, химические снаряды, мины, ракеты, авиабомбы. Начиненные как раз этими веществами. Растворимость. Что касается растворимости. Заман и вегазы довольно-таки плохо растворяются в воде. При повышении температуры воды их растворимость, конечно, увеличивается. Зато они хорошо и легко растворяются в жирах, липидах, органических растворителях. И легко могут спешиваться с другими отравляющими веществами. При взаимодействии с различными химическими веществами они могут терять свои токсические свойства. В основном идет разрыв в торфосфорной связи. Практическое значение имеют реакции фосфорилирования, гидролиза, окисления. Которые имеют отношение к метаболизму, механизму токсического действия, дегазации, индикации, ну и, конечно же, терапии поражений. То есть антидотной терапии. В данном случае показана реакция гидролиза. Происходит эта реакция при температуре 20 градусов. И быстрота реакции зависит от температуры воды. При повышении температуры воды эта реакция идет значительно быстрее. При этом происходит образование нетоксичных продуктов. То есть эфиры, метилфосфоновой кислоты. Реакция эта используется для дегазации одежды, медицинского имущества путем кипячения в воде с добавлением соды. Реакция эта используется в дегазирующем пакете силикогелевом, который используется для обработки одежды, зараженной парами или аэрозолями этих веществ. Дегазирующий пакет силикогелевый представляет собой порошок белого цвета, которым обрабатывается одежда для дегазации паров и аэрозолей этими веществами. Что же касается реакции ВИГАЗов, то они проходят стабильным дегазирующим раствором номер один. Выпускается этот раствор промышленностью и представляет собой 2% раствор дихлорамина в дихлоретане. Хорошо вступают в реакцию с алкоголятами. Это средство используется для индивидуального пакета противохимического, для проведения частичной санитарной обработки. Жидкостью обрабатываются видимые участки тела, это лицо, шея и руки. Ну и наконец, реакция ФОВ с перекисью водорода. Обычно эта реакция используется для химической обработки ран или ожогов, зараженными этими веществами. Кроме того, реакция с перекисью водорода используется для индикации отравляющих веществ, попавших в окружающую среду. Смертельные концентрации. Смертельные концентрации зависят от путей попадания отравляющих веществ. Я уже говорил, что они имеют много путей поступления яда. В частности, зарин 0,1 мг на метр кубический воздуха при ингаляционном пути поступления. При перкутанном пути поступления 7-9 мг на килограмм веса. Ну и желудочно-кишечный тракт 1,5 мг на килограмм веса. Заман, ингаляционный путь 0,03 мг на метр кубический воздуха. Это при ингаляционном пути до 1,5 мг на килограмм веса через кожу. И, наконец, желудочно-кишечный тракт 0,5 мг на килограмм веса. Ну и самые токсичные – это вегазы 0,004 мг на метр кубический воздуха. Это ингаляционный путь поступления. Перкутанный путь 0,05 мг на килограмм веса. И через желудочно-кишечный тракт 0,009 мг на килограмм веса. Что касается тяжести интоксикации. Тяжесть интоксикации зависит от двух величин. Это действующие концентрации или токсодозы и экспозиции. Чем больше концентрация и больше время экспозиции, тем тяжелее клиника поражения. Минимальная концентрация при ингаляционном поражении для зарина составляет 0,001 мг на метр кубический воздуха. Для замана, соответственно, 0,001 мг на метр кубический воздуха. Но это очень короткая экспозиция. Буквально 1-3 минутки. Это ингаляционный путь. Вот как раз с вот этих вот единиц начинается поражение. Которые могут быть от легкой до тяжелой степени тяжести. Чем более протяженное время экспозиции, тем тяжелее поражение. В частности, при концентрации зарина, 0,001 мг на метр кубический воздуха и 15-минутной экспозиции, возникает тяжелое поражение. Очень опасными являются пероральные пути поступления яда. Я уже говорил, что эти вещества начинают всасываться в же полости рта. В связи с этим вызывают довольно-таки тяжелое поражение. Что касается механизма действия. Здесь различают две основных теории токсического действия. Первая теория антихолиностеразная. В самом названии показан механизм действия этой группой отравляющих веществ. Антихолиностеразная. То есть идет направленное токсическое действие на фермент ацетилхолиностеразу. В частности, они ее угнетают. Приводят из активного состояния в неактивное. И вторая неантихолиностеразная или центральное действие яда на центральную нервную систему. Местом приложения этой группы отравляющих веществ является центральная нервная система. Патогенезия интоксикации. Нарушается деятельность практически всех органов и тканей, которые имеются в организме. Это центральная нервная система, сердечно-сосудистая, дыхательная система, нарушение в белковом углеводном обмене, обмене катехоламинов, кислородного голодания. Основной тип гипоксии, который возникает при отравлении этими веществами, гипоксическое. Другими словами, в единицу времени в организм поступает меньше кислорода, чем в норме. Ведущим звеном в поражении этой группы отравляющих веществ является как раз угнетение фермента холиностеразы. Вследствие этого происходит расстройство обмена ацетилхолина. После проведения нервных импульсов ацетилхолин в норме обезвреживается ацетилхолиностеразой. При поражении фосфоорганическими отравляющими веществами ацетилхолин не обезвреживается ацетилхолиностеразой и накапливается в нервных синапсах. Вызывают деполяризацию мембран, изменение их проницаемости, перераспределение ионов калия и натрия, которые как раз и участвуют в передаче нервного возбуждения. Взаимодействие с холиностеразой является сложным наступенчатой реакцией. Основное в механизме действия это инактивация фермента холиностеразы и накопление ацетилхолина в синапсах. Действие ацетилхолина на холинергические системы сходно с действием двух ядов – мускарина и никотина. В связи с этим оно и вызывает симптомы, похожие на отравление мускарином или отравление никотина. В связи с этим выделяется мускариноподобное действие, никотиноподобное действие яда и центральное действие. Итак, первое мускариноподобное действие яда. Здесь основными симптомами будут взаимодействие на глаза. Появляется миоз, спазм аккомодации, ухудшение зрения вдаль, симптом куриной слепоты – макропсия. Нарушается сумеречное зрение. Ну и макропсия – это человек видит как бы увеличенные предметы. В некоторых случаях он может видеть свои собственные ресницы. Со стороны легочной ткани наблюдается бронхоспазм, бронхорея, одышка и удуща. Это основные симптомы со стороны дыхательной системы. Бронхоспазм, бронхорея, одышка и удуща. Сердечная система. Это брадикардия со стороны органов пищеварения. Повышенная соливация, тошнота, рвота, спазмы, тонезмы, понос. Повышенная потливость, а также сокращение матки и мочевого пузыря. Центральная колонка – это никотиноподобное действие. Это действие на мышцы. Определяется слабость, фибрилляция мышц, скованность, в том числе и скованность и слабость дыхательной мускулатуры. Отмечается анемия миокарда, анемия головного мозга на фоне гипоксической гипоксии. Ну и, наконец, центральное действие. Это непосредственное действие на центральную нервную систему. Здесь отмечаются такие симптомы, как головная боль, головокружение, страх, напряжение, возбуждение, бессонница. Действие на мышцы в виде тремора мышц, атаксии, потеря сознания, тоникоклонические судороги, угнетение дыхательного сосудо-двигательного центра. Ну и, как результат, паралич дыхательной мускулатуры. Основные клинические формы поражения при применении этой группы отравляющих веществ. Первая форма – волнееносная. Это довольно-таки высокая концентрация яда, и даже при короткой экспозиции может привести к волнееносной форме отравления. Клиническая картина. Здесь развивается очень бурно, и чаще всего вот эта волнееносная форма заканчивается летальным исходом. Замедленная или острая форма. Она имеет три степени тяжести. Легкая степень. По ведущим клиническим признакам она называется миотическая. Средняя степень. Тоже ведущие признаки. Это бронхоспазм. Соответственно, бронхоспастическая. И тяжелая степень. Генерализованная. Она может подразделяться на судорожную и паралитическую. В некоторых случаях развивается атипичная форма. По типу инсульта или деливия. Ну и, наконец, хроническая форма отравления. Она чаще всего возникает при воздействии на организм фосфорорганических соединений. Это карбофос, диклофос. Обычно это нарушение техники безопасности при использовании этих веществ до бытовых условий или же на химическом производстве. Что касается особенностей развития клинических симптомов. Клинические симптомы и их появление зависят в основном от попадания этой группы веществ в организм человека. При ингаляционном пути поступления. Выше описанные симптомы, они появляются практически сразу. Максимум через 3-5 минут. При попадании на кожу симптомы появляются через 20-30 минут. Это время, как раз 20-30 минут, когда эти вещества проникают через кожу, скапливаются под кожей и затем начинают сасываться из подкожно-жировой клетчатки. Вот как раз проходит 20-30 минут. Ну и пероральный путь поступления. Симптомы отравления возникают практически сразу. Ну максимум 3-5-7 минут. Очень быстро появляется тошнота, рвота, понос, боли в животе. Я говорил, что всасывание этой группы веществ происходит, начинается, вернее, уже в полости рта. Поэтому очень быстро развиваются симптомы общерезоргтивного действия. Ну и, наконец, попадание ОВ на поверхность ран или ожогов. Основной патогномоничный симптом, который возникает при попадании веществ на раневую или ожоговую поверхность, это миофибрилляции в ране. Вот как раз вот этот симптом имеет важное диагностическое значение. По тяжести интоксикации выделяется 3 формы или 3 степени поражения. Соответственно, легкая, средняя и тяжелая. Теперь рассмотрим вот эти степени поражения. Первая, легкая степень поражения. У нас еще называется миотическая из-за ведущих симптомов. Возникает она довольно-таки при невысокой концентрации. От 1 тысячной до 1 десятитысячной грамма на метр кубический воздуха. Ну и короткая экспозиция. Пострадавшие ощущают чувство стеснения за грудиной, затрудненность дыхания. Быстро возникает беспокойство, напряженность, эмоциональная лоббинность. Нарушения зрения возникают через 5-7 минут. Появляется биоз, спазм аккомодации, макропсия и нарушение сумеречного зрения. Это основные симптомы легкой или миотической степени поражения. Прогноз при легкой степени поражения обычно благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. В легкой степени тяжести выделяют разновидности клинических форм в зависимости от превалирования симптомов со стороны каких-либо органов или тканей. В частности, выделяется миотическая форма, превалирует симптомы нарушения зрения. Диспноэтическая – это симптомы со стороны дыхательной системы. Невротическая – это нервно-психическая сфера. Кардиальная форма и желудочно-кишечная. Средняя степень – бронхоспастическая. Это достаточно высокая концентрация этих веществ или более длительная экспозиция. В клинической картине характерно быстрое развитие симптомов. Скрытого периода никогда не возникает. Практически сразу же появляются симптомы, характерные для легкой степени. Тот же миоз, спазм аккомодации, нарушение сумеречного зрения. И впервые при легкой, при средней степени присоединяются принципы бронхоспазма, бронхореи и миофибрилляции. Вот как раз по этим симптомам и названа эта средняя степень – бронхоспастическая. Тяжелая или генерализованная степень поражения, она делится на две формы. Непосредственно молниеносная форма и судорожная. Что касается судорожной формы. Она протекает обычно с потерей сознания и развитием распространенных судорог. Каждый приступ судорог длится 8-10 минут. Затем наступает период относительного покоя, который может длиться от 5-10 минут до 20-30 минут. Летальный исход. При отсутствии терапии наступает через 30-40 минут после контакта с отравляющими веществами. При очень же высокой концентрации летальный исход может наступить в первые 3-5 минут на фоне бессознательного состояния, общей мышечной слабости и коллапса. Судороги при молниеносной форме чаще всего не успевают просто развиться. В клинической картине тяжелой степени тяжести выделяются 4 стадии. Это первая начальная стадия. После предварительного контакта она развивается в первые 3-5 минут. Состояние пострадавшего резко ухудшается, появляется миоз, затрудненное дыхание, гиперсоливация, гипергидроз, головная боль. Затем наступает вторая стадия бронхоспастическая. Возникают сильные приступы бронхоспазма, бронхореи. Дыхательные пути заполняются серозной жидкостью. Далее наступает судорожная стадия. Это третья стадия. Она характеризуется появлением тоникоклонических судорог. Судороги возникают на фоне сильного тремора головы, шеи и конечностей. Сознание теряется практически одновременно с началом судорожной активности. В предогональный период интенсивность судорог ослабевает. Развивается состояние адиномии, так называемое паралитическое стадие. Смерть может наступить в момент судорог от асфиксии или в несудорожный период из-за нервно-мышечного блока. Практически все пострадавшие тяжелой степени тяжести без лечения погибают. При адекватной терапии выздоровление наступает через 4-6 недель. Хотя основные клинические симптомы исчезают уже к 10-15 дню. Это выздоровление обусловлено тем, что очень часто при тяжелой степени тяжести присоединяются различные степени осложнения. Причина летальных исходов и основные осложнения Причиной смерти при отравлении ФО служит остановка дыхания и остановка сердца. Осложнения Это пневмонии Они находятся на первом месте Как одной из причин летальных исходов Поздние интоксикационные психозы Полиневриты Что касается пневмонии Она является основной причиной смерти в позднем периоде отравления Также присоединяются поздние интоксикационные психозы Которые могут развиваться по типу алкогольного делирия С полным или частичным расстройством сознания Галлюцинациями, гипертермией и признаками отека мозга Что касается диагностики и дифдиагностики Диагностика поражения фосфорорганическими отравляющими веществами Основывается, во-первых, на патагномоничных симптомах Которые присущи как раз для этой формы поражения В частности, глазные симптомы Миоз, ослабление зрения, боли в области глаз Бронхоспазм, провышение деятельности экскреторных органов Усиление кишечной перистальтики, ослабление свинтеров и судороги В дифдиагностике Производится дифдиагностика с поражением синильной кислотой и оксиуглерода Но следует помнить, что при отравлении цианидами В частности, синильной кислотой и оксиуглерода Никогда не будет миоза Кожные покровы в то же время будут окрашиваться в так называемый красный цвет Ярко-алая краска при отравлении синильной кислотой И такая малиновый оттенок при отравлении угарным газом Кров содержит цианмедгемоглобин или карбоксигемоглобин Что клинически подтверждает поражение цианидами или угарным газом В то время как при отравлении фол в крови будет угнетение фермента ацетилколеностераза Хроническая форма поражения Она характерна для бытовых условий Выделяется начальная, судорожная и паралитическая стадии Клиническое течение ран, зараженных фосфорорганическими веществами Но здесь следует запомнить три характерных особенности клинического течения ран Ну, первая особенность Цвет раны не изменяется Второе Фибриллярное подергивание мышц в ране И быстрые симптомы общерезортивного действия За счет того, что очень быстро всасывается Ну и миоз Он может появиться позже или вообще отсутствовать Это как раз вот три характерных особенности клинического течения ран, зараженных этими ядами Профилактика поражений Для предупреждения ингаляционных поражений Используется фильтрующий противогаз Достаточно для того, чтобы перекрыть ингаляционный путь поступления Перкутанный путь Перекрывается тем, что используются средства защиты кожи Но обязательно средства должны быть использованы Исполнены из прорезиненной ткани Обычно используется ОЗК Общевойсковой защитный комплект Или комплект Л1 Легкий защитный костюм И последнее Предупреждение пероральных поражений При оказании Первой медицинской помощи А также с целью профилактики поражений Используется беззондовое промывание желудка Антидотная и симптоматическая терапия Антидотная терапия Представлена двумя группами антидотов Первая группа Это антидоты холинолитики Типичный представитель Атропин сернокислый Выпускается в ампулах В виде 0,1% раствора По 1 мм Применяются антидоты Или внутримышечно Или внутривенно Хочу заметить, что Атропин является препаратом Первой врачебной помощи То есть Атропин начинает использоваться Только с этапа Когда оказывается Первая врачебная помощь Схема введения атропина Зависит напрямую от степени тяжести При легкой степени Вводится 2 мл Атропина внутримышечно Повторно Можно вводить Через 30 минут По 1-2 мл При средней степени То же самое Вводится внутримышечно 2,4 мл 0,1% раствора Повторно По 2 мл Но интервал уже Сокращается до 15 минут Ну и тяжелая степень Предпочтительен Внутривенный путь введения Но можно использовать И внутримышечный Дозировка увеличивается До 6 мл И повторно По 2 мл А интервал Сокращается От 3 до 8 минут Чем тяжелее степень тяжести Тем Происходит увеличение Дозировки И уменьшение Интервала между введениями Здесь такая зависимость Симптомы Периотропенизации Это прекращение Соливации Появление Сухости во рту Прекращение Или уменьшение Бронхореи Пронхоспазма Сухость кожи И расширение Зрачков Вторая группа Антидотов Это реактиваторы Холенстеразы В самом названии Показан Их механизм действия Реактивация Фермента Ацетилхоленстеразы Типичный представитель Это Дипероксим Изонитрозин Эфоксим И оксимон Схема введения препарата Дипероксим Это 15% раствор Выпускается в ампулах По 1 мл Применяется Или внутривенно Или внутримышечно По 1 мл При легкой степени тяжести И при поражении Средней и тяжелой степени тяжести По 2 мл Повторно Вводится 2-3 раза в сутки Изонитрозин Это 40% раствор В ампулах По 3 мл То же самое Вводится Или внутримышечно Или внутривенно По 3 мл При поражении Легкой средней степени И по 6 мл При тяжелой степени Поражения Повторное введение Препарата 2-3 раза в сутки Обычно Реактиваторы Холинестеразы Используются Обычно Вместе с Холинолитиками Повторное введение Их Обусловлено тем Что препараты Довольно таки Быстро Выделяются Из организма Примерно В течении 2-4 часов Этим Обусловлено Как раз Повторное введение Препарата Препарат Будоксин Это препарат Двойного действия Он совмещает Себя Эффект Реактиватора Холинестераза И холинолитика Выпускается Промышленностью Шприц Тюбики По 1 мл И находится В аптечке Индивидуальной Вводится Внутримышечном Порядке Само- Или взаимопомощи Препарат Можно Вводить Даже через Одежду Препарат Будоксин Является Основным Препаратом При оказании Первой Медицинской И доброчебной Помощи Профилактические Антидоты Профилактический Антидот Это Препарат П6 То же самое Находится В аптечке Индивидуальной Отмечаю для вас Специально Состав Препарата П6 Он состоит Из трех Компонентов Это Аминостегмин Фенозепам И фтороцизин Фтороцизин И второй Препарат Который Может Находиться В аптечке Индивидуальной Это Торен Это Препарат Который Является Таблетированным Там Имеется 6 таблеток И Применяется Под язык Принципы Лечебной Тактики При Отравлении Фосфорорганическими Отравляющими Веществами Это Первое Устранение Дыхательных Нарушений Поддержание Работы Сердечно-сосудистой Системы Дыхательной Системы Купирование Судорох Предупреждение Отека Головного Мозга Общие Дезинтоксикационные Мероприятия Ну и Конечно Профилактика Поражения В первую очередь Это Профилактика Развития Пневмонии Третий вопрос Лекции Это Содержание Медицинской Помощи Пораженным На Этапах Эвакуации Самый Простой Вид Медицинской Помощи Первая Медицинская Она Включает В себя Обработку Кожи Лица Жидкостью Из Индивидуального Противохимического Пакета ИПП-8 Обрабатывается Кожа Лица Шея И руки После этого Одевается Противогаз Далее Вводится Антидот Препаратом Выбора Является Будоксин Кроме Препарата Будоксин В аптечках Может Находиться Еще один Антидот Афин В отличие От Будоксина Афин Является Только Холинолитиком Поэтому Если Имеется Выбор То Лучше Использовать Как раз Будоксин При Попадании Отравляющих Веществ Глаза Промываются Глаза Водой Из Фляги При Попадании В желудочно-кишечный Тракт Беззондовое Промывание Желудка Так как На местности Образуется Стойкий Очаг Длительного Действия Поэтому Пострадавшие Необходимо Эвакуировать Они Могут Эвакуироваться Или Обычным Транспортом Чаще всего Это Пораженные Легкие Степени Тяжести Пораженные Средней И тяжелой Степени Тяжести Должны Эвакуироваться Санитарным Транспортом Доврачебная Доврачебная Фершинская Помощь Здесь Используются Препараты Которые Имеются На оснащении У медсестры Во-первых Повторное Введение Будоксима Или Афина При судорожном Синдроме Применяется Фенозепам Ингаляция Эфедрина Иатропина Для снятия Бронхоспазма И Купирование Нарушений Сердечно-сосудистой Деятельности Кардиамин Или Кофеин Первая Врачебная Помощь Она Включает В себя Неотложную Помощь И Отсроченную Помощь Неотложная Помощь Обычно Это Поражение Средней И тяжелой Степени Тяжести Срок Оказания Неотложной Помощи Здесь Час Полтора Часа Неотложное Мероприятие Включает В себя Частичную Санитарную Обработку Со сменой Одежды И снятием Противогаза Антидотная Терапия Ну Здесь Уже На первое Место Как раз Выступает Атропин И Дипероксин Которые Вводятся По схеме В зависимости От степени Тяжести Будоксин Прекращаем Вводить Для снятия Судорох Используется Фенозепам Барбамил Оксигенотерапия Для снятия Бронхоспазма Эфедрин Для стимуляции Сердечно-сосудистой Деятельности Кофеин Кардиамин Мезотон Кровезаменители Зондовое промывание Желудка При пероральных Поражениях Отсроченные Мероприятия Первой Врачебной Помощи Это Закапывание Атропина Или Амезила В глаза Введение Фенозепама При невротической Форме А также Профилактическое Введение Антибиотиков Обычно Используются Антибиотики Широкого Спектра Действия Для предупреждения И развития Такого Осложнения Как Пневмония Квалифицированная Медицинская Помощь Она может быть Оказана Как не По неотложным Показаниям Это обычно Пораженная Средней Тяжелой Степени Тяжести И по Или по Отсроченным Показаниям Она Включает Себя Полную Санитарную Обработку То есть Пострадавшего Меняют Одежду И Применяется Обмывка Тела Горячей Водой С мылом Сочетанное Применение Холинолитик В частности Атропина И Дипероксина При судорах Введение Противосудорожных Препаратов Обеспечение Проходимости Дыхательных Путей Отсасывание Слизи Слизи Дыхательных Путей Вездение Воздуховодов Ну В крайнем Случае Эндотрахеальная Интубация При нарушениях Дыхания Искусственная Вентиляция Легких Оксиген Оксигенотерапия При коллапсе Применяются Сердечные Гликозиты Кровезаменители Профилактическое Введение Антибиотиков Ну и Осроченное Мероприятие Квалифицированной Медицинской Помощи Это полная Санитарная Обработка Которая Включает Себе Гигиеническую Помывку Смену Белья Смену Одежды Применение Витаминов Профилактику И лечение Нарушения Функций Печени И почек Что касается Прогноза И реабилитации При отравлении Этой группы Веществ Прогноз При легкой степени Поражения Обычно Благоприятный Трудоспособность Восстанавливается В течение Короткого Времени Обычно В течение Первых Трех Суток Что касается Развития Осложнений То они Излучаются Крайне Редко Средне Тяжелая Степень Поражения Прогноз Менее Благоприятен Так как Очень часто Возникает Различная Степень Осложнений В первую Очередь Это Пневмония Которые Существенно Затягивают Процесс Выздоровления Обычно При Средней Степени Выздоровление Наступает В течение Месяца Ну и Самым Проблематичным Является Тяжелое Поражение Фосфороорганическими Отравляющими Веществами Довольно Таки Длительное Время Сохраняются Признаки Поражения Центральной Нервной Системы Периферической Нервной Системы Мышечная Слабость Различного Рода Гиперкинеза Радиоколоневриты А также Мышечная Слабость Благодарю Благодарю вас За внимание Лекция Закончена Всего доброго До свидания Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 Спасибо. 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 Спасибо.